Здравствуйте папочки и мамочки! Меня зовут Родион. В этом видео я постарался собрать всю полезную информацию по использованию марганцовки для купания новорожденных. В том числе разберу вопрос, сколько же все-таки марганцовки потребуется, в какой концентрации делать раствор и вредна ли вообще марганцовка для кожи ребенка. Для чего же используют марганцовку? Перманганат калия используют в слабых растворах для полоскания рта, промывания ранок и промывания желудка. Именно такие упоминания встречаются в медицинской литературе. Но ни в одной из серьезной медицинской книги мне не удалось найти информации по использованию марганцовки для купания детей. Но в интернете и книгах по материнству множество информации о том, что марганцовка обеззараживает воду. Да, действительно, воду можно продезинфицировать с помощью марганцовки. Но концентрация губительная для всех микробов при длительном контакте будет обжигать слизистые и молодую кожу ребенка. В медицинских справочниках приведена информация, что марганцовка обладает безинфицирующими свойствами реконцентрации в 0,01%, а это немало, 1 грамм на 10 литров воды. Раствор получится розовым по цвету. Соблюсти пропорции без точных весов сложно, кухонные точно не подойдут, но нам, родителям, можно ориентироваться приблизительно на цвет воды. Да и в книжках пишется «разведите раствор до слабо-розового оттенка» с поправкой на то, чтобы не сделать концентрацию слишком вредной для молодой кожи ребенка. Чтобы правильно приготовить раствор марганцовки для купания ребенка, потребуется предварительно растворить марганцовку в другой емкости, лучше прозрачной, чтобы убедиться, что все кристаллы вещества растворены. После этого выливаем в ванну и перемешиваем. Купать ребенка в растворе марганцовки следует не более 10 минут, да и для новорожденного больше времени и не надо. Придерживая в ванночке ребенка, оботрите младенца мягкой и мокрой губкой. По завершении процедур ополосните кипяченой водой, чтобы смыть раствор марганцовки с кожей ребенка. Несмытый раствор подсушивает кожу новорожденного. Купание в слабом растворе марганцовки ускорит заживление пупка и даже поможет в лечении ветрянки. После купания обработайте пупок новорожденного перекисью водорода. Дополнительно кожу ребенка можно обработать детским кремом, чтобы избежать опрелостых в складках молодой детской кожи. В заключении скажу, что растворяя марганцовку в ванночке, вы это делаете для того, чтобы в пупок ребенка при купании не попали бактерии. Купание ребенка в слабом растворе марганцовки можно прекращать после полного заживления пупка. Немножко добавлю про качество воды и что делать, если нет марганцовки. Воду для купания младенца можно использовать из центрального водоснабжения, если она чистая и не имеет явных заметных примесей. Вода до попадания в дом уже проходит и химическую, и антибактериальную обработку. Единственное, чем вы можете ее улучшить, это установка дополнительной системы фильтров для смягчения воды. Добавление марганцовки в воду дополнительно даст дезинфицирующий эффект. Если марганцовка закончилась, искупать ребенка можно в остуженной до 36 градусов кипяченой воде. Много воды не потребуется, достаточно будет обтереть ребенка мокрой и мягкой тряпочкой или губкой. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok